Вопросы развития так называемого третьего сектора на селе, формирования партнерских отношений органов государственной и муниципальной власти с некоммерческим сектором обсудили уже на пленарном заседании по итогам форума НКО. В пленарном заседании в рамках форума некоммерческих организаций приняли участие и главы сельских поселений. По словам руководителя департамента региональной политики Виктора Ильина, по сравнению с городом в сельских поселениях третий сектор развит недостаточно. Третий сектор как инструмент развития сельских территорий стал одним из главных вопросов. Глава администрации села Тельвиска Александр Чурсанов на примере своего муниципального образования рассказал, с какими проблемами могут столкнуться желающие создать некоммерческую организацию. Когда создавались в муниципальных образованиях добровольные пожарные дружины, вроде бы все было создано. И после того, как мы столкнулись с проблемой налоговой отчетности, затем пошли штрафы и в итоге вся работа была свернута. И поэтому, чтобы не допустить подобных ситуаций, в нашем случае, администрация муниципального образования, мы переговорили с нашей бухгалтерией. И на первых порах с составлением этой отчетности мы будем этим организациям помогать. О важности такой помощи отметил и глава региона Игорь Кошин. Самая наша большая проблема, это, безусловно, наша малочисленность. И вот опрос, который был, большинство некоммерческих организаций, к сожалению, малочисленные. И понятно, что тащить на себе весь спектр юридической отчетности довольно-таки сложно. Поэтому давайте подумаем все вместе, может быть, нам имеет смысл сделать, я подчеркну, некоммерческую организацию, которая будет оказывать эти услуги. Чтобы как можно больше проектов обрели жизнь, по словам губернатора, должна быть поддержка со стороны органов власти. Наталья Ермакова, председатель комитета по молодежной политике, рассказала об эффективной практике взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти на примере Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. В юбилейный год у нас впервые была весной экспедиция «Белые призраки». И там тоже принимали участие и Ненецкая окружная организация скаутов, и региональное отделение поискового движения России, и другие организации. Особое внимание было уделено и вопросу вовлечения НКО в сферу оказания социальных услуг населению. Они тоже могут участвовать именно на рынке предоставления социальных услуг. То есть это новое направление рассматривается. Я думаю, что дискуссия получилась интересная. Многие взяли полезную информацию и предложения. Сейчас продолжение, пленарное заседание, поэтому я думаю, что предложения будут высказаны, которые потом уже в резолюцию форума. При влечении некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг населению, по словам организатора форума, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и внедрить в практику новые подходы оказания помощи гражданам. Подводя итоги, глава региона Игорь Кошин отметил, взаимодействие третьего сектора и органов власти в 2015 году прошло на хорошем уровне и поставил задачу на следующий год повысить планку взаимодействия для решения общих задач.